Приветствую всех любителей малосельской механизации. Вашу вниманию представляю мини-трактор японской фирмы Kubota, модель А13. Наверное, один из самых маленьких тракторов этой линейки. 13 лошадиных сил, дизельный, полноприводный, двигатель 3 цилиндра, водяного охлаждения, жидкостного. Особенностью этих тракторов является дизайн и своеобразная компоновка под капотом. Коснусь немного системы охлаждения, она выполнена очень своеобразно. Вентилятор стоит в защитном кожухе спереди, радиатор расположен сзади, ближе к рулевой колонке. Как работает система? В отличие от нашего трактора отечественного КМЗ-012, у которого летом обычно сымают капот для того, чтобы улучшить систему охлаждения, не перегревался двигатель, в этом же тракторе необходимо, чтобы капот был всегда закрыт. Воздух забирается через дефлекторы в районе рулевой колонки, проходит через радиатор. Этому способствует уплотнение, которое находится вокруг радиатора, и они работают в паре с капотом. И образуется некий тоннель, через который протягивается вентилятором воздух через радиатор. Забрался воздух через радиатор, прошел через моторный отсек, охладил выхлопную систему, двигатель, и вышел через дефлекторы, расположенные в капоте под фарой. Все, система несложная, простая, но требует наличия всех экранов защитных, на которые установлены уплотнительные резинки. В противном случае мы будем иметь то, что воздух будет искать пути обхода, радиатор обязательно должен быть идеально чистым, к сезону подготовлен помыт, всегда должен быть свежий антифриз, и система не должна быть завоздушена, все должно работать. Расширительный бачок, для этого есть нигде никаких подтеканий, никаких засорений быть не должно. И обязательно проверять уплотнение. То, что уплотнение прилегает плотно, свидетельствует след на капоте. Вот так вот, все, капот закрывается, и создается некий тоннель. И, соответственно, двигатель охлаждается. Вот такая система охлаждения. Дизайн у трактора очень интересный, своеобразный, напоминает скутер, тот же японский. Функционал простейший. Три передачи вперед, задняя. Здесь у нас пониженный, повышенный ряд передач. Две скорости вращения вала отбора мощности включаются, питье вот этим рычагом. И сзади навеска гидравлического, рычаг управления навеской. На панели приборов датчик температуры охлаждающей жидкости, датчик зарядки, свеча накала, давление масла и уровень топлива в баке. И также счетчик моточасов. Управление световыми приборами повороты. Свет включить, выключить и кнопка сигнала. Ручка управления газом, ручной газ. Справа под ногами раздельное управление тормозами. Также защелка, которая блокирует тормоза. Плюс у нас есть ножной газ. Блокировка заднего дифференциала. Рычажок фиксации тормозов. Скажем так, ручник с левой стороны сцепления. Маленькая кнопочка, это фиксация сцепления для того, чтобы запустить двигатель. Безопасность. Без этого у нас никак не произойдет запуск. Это стоп-двигатель, маленькая красная кнопочка, которая должна быть при запуске, обязательно утоплена. Выключена, включена. Свеча накала, стартер. Вот и все. На капоте зеркала. И вот, собственно говоря, сзади поворотники, бензобак и гидравлика. Сделал трехточечную навеску. Трехточечная навеска самодельная. Ее изначально не было на этой модели. На некоторых людям везет. Достается японская. Мне же не повезло. Мне пришлось сделать самодельную. Были куплены вот такие вот виллы палетные. Вообще они предназначались на другой трактор. Но пока поставил сюда. Вчера попробовал. Мотоблок подымает легко. И перевозить на этом тракторе уже стало удобно. То есть небольшой груз весом до 200 килограмм. Можно перевозить этим тракторком. Он подымает больше. Но так как у него самого вес всего лишь полтонны. И длинный рычаг у палетных вилл. Соответственно мы не можем поднять толком-то и больше. Это фреза активная. Которая идет вместе с трактором. Ширина ее метр десять. Регулировка также глубины. Щиток. Вот. Приводится от карданного вала. Который расположен сзади. Вот он вал отбора мощности. Навеску старался сделать по типу заводской. Но сделал ее гораздо крепче чем заводская. Потому что использовал более толстые материалы. Варил полуавтоматом. Имеется несколько отверстий для регулировки. Также для регулировки. Но это стандартные. Мне достались рычаги. Это от Прикорпатца по-моему. Вот. Тяги самодельные с регулировками. В общем вот такая вот машинка. Сюда теперь можно. Вот палетные виллы. Еще плюс есть у меня ковшик шириной метр двадцать. На тот случай если почистить снег перевести песок. Вот такая вот машинка. Заведу. И посмотрите как заводится. Зажигание. Включаем свечи накала. Таймер отсчитает. Потухнет. Будем заводить. Все. Заводим. Ага. Сцепление. Двигатель работает тихо. Выхлоп чистый. Вот как-то так. Гидравлику покажу. Включили. Опускается. Опустилась. Подъем. Все. Автоматически выключается рычаг. Вот собственно говоря все. Свет. Повороты. Повороты моргают. Сигнал. Ну и свет. Вот такая машина. Всем благ и добра. И успехов.